Добрый вечер в Украине 20.00. В эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Бевышева. Неприкосновенность под прицелом. Пять народных избранников могут лишиться иммунитета. Кто и почему? Львов чрезвычайный. Куда отправятся 11 тонн отходов, заполонивших город? Коллекторский кулак. Какие беспощадные методы используются для борьбы с должниками? Гадание на мандатах. Сегодня в Раде главная тема это лишение неприкосновенности пяти народных депутатов. ГПУ как карта из рукава вынимает новые и новые представления. Кого и за какие проступки могут лишить иммунитета? Екатерина Лысенко расскажет подробнее о сегодняшнем парламентском дне. Львовский мусор и обвинение НАБУ две главные темы, которые обсуждают и за трибуной, и в куларах. В парламентских коридорах нардепы от самопомощи на деле футболки с призывами ко всем и вся решить львовские проблемы. Мы должны все понимать, что если в ближайшее время ситуация с сметкой так и остается незминой, это может стать основой для того, что в городе могут появиться спалахи инфекционных заболеваний. Поэтому мы в очередной раз обратимся к премьер-министра Украины, к президенту Украины. А с трибуны обращаются уже к львовянам с нами оками на мусорный Майдан. У меня прохание до всех львовян. Самоорганизовывайтесь. Разом встановите громадский контроль за действиями каждого посадковца, местного, национального, который должен помочь решить эту проблему, снять облогу. Адвана Рдепа, Розенблаты, ББП и Полякова Однородного фронта без устали комментируют вчерашние янтарные обвинения со стороны НАБУ и САП. Это изменился у меня только настроение, потому что я слышал о том, что меня сегодня звинувачивает в том, что я лобую интересы государства, что я занимаюсь легализацией Борщина и за это мне, извините, плакать. Второе вопрос, о том, что я лобуював интересы какой-то компании, которая должна была открывать спецдозвіл. Я не я посадовая особа, я не принимаю никаких решений. Сегодня я считаю, что это, извините, какое-то соревнование между всеми правоохранными органами. Со следователями Нардеп не общался, но, говорит, адвокатов на всякий случай нанял. Защищаться готов и второй фигурант обвинений, а для пущей уверенности к трибуне вышел со всей фракцией. На жаль, когда вся держава ждала, что это будет именно тот орган, который будет защищать интересы и бороться с коррупцией, сегодня сделает фейки. И то, что извинувачивает Сытники, рассказывает, что должны были деньги поехать к мне, то у меня вопрос, если целый год, как рассказывает НАБУ, занимался этой справой, а почему же они не ждали еще несколько часов, как эти мифические деньги доехали до Полякова и мы взяли с поличным? Скажите, пожалуйста, потому что это фейк. Пока Нардеп поговорили о своем иммунитете, Генпрокуратура уже решила, что с ним делать и согласовала представление на снятие неприкосновенности с двух избранников. Теперь дело за комитетом. Они идут и направляются до главы Верховной Ради Украины, который расписывает на комитет с вопросом регламента и организации работы Верховной Ради. Кроме того, есть обязательная условия, что глава Верховной Ради Украины обратится к этому народному депутату, в том числе которого поддание внесено, чтобы он дадал письмовые объяснения регламентному комитету и на эту процедуру отводит регламент и одни. Когда оно появится в парламенте, это будет политика, фракции и корпоративная такая взмова депутатей, она будет максимально затягивать и регламентным комитетом, и регламентом Верховной Ради. Это всегда было. Поэтому прогнозировать, когда это будет принесено на заседание Верховной Ради, никто не может. Эта ситуация, это свидетельство паралича и коррупционности сегодняшней влады. Декларуя чистоту рук, чистоту помыслов, на самом деле прикрывает коррупционные действия. И мы видим, что этим занимаются представители правлячей коалиции. Коррупция сегодня – это лейбл, это марка действующей влады. И вот эти случаи, они доказываются. Мы будем голосовать за занятие недоторганности всех депутатов, что будет представление прокуратуры. Но помимо этого, депутатам предстоит решить судьбу еще одной неприкосновенности – радикальной. ГПУ направила в парламент представление на Андрея Лазового. Соратника Лешко подозревают в незаконном обогащении и уклонении от уплаты налогов. А еще ГПУ хочет лишить иммунитета фронтовика Евгения Дейдея. Он тоже якобы незаконно обогатился. Так что вполне возможно, что на последней сессионной неделе в июле можно будет наблюдать за баталиями правоохранителей и нардепов. Но законодательные решения в парламенте пока обсуждать не приходится. Сегодня полупустой день и в повестке, и в зале. Все, за что проголосовали депутаты, так это постановление, с которым Рада обращается к Европарламенту и просит одобрить дополнительные преференции для украинских товаров. Екатерина Лысенко, Ирина Романова, Владимир Самченко, Иван Вермаков. Подробности телеканал Интер. И сегодня в спортзале во время тренировки был задержан третий фигурант в деле о взятке от иностранного предприятия, которое планировало наладить добычу янтаря в Украине. Речь идет о члене межфракционного объединения депутатский контроль Вадиме Руденко, который уже находится в СИЗО на этот момент. САП вменяет ему вымогательство о получении денег за то, что Руденко якобы обещал повлиять на народных депутатов и внести нужные изменения в налоговые и таможенные кодексы. Тем временем Борислав Розенблат побывал в Соломинском райсуде. Сюда он пришел взять на поруки своего охранника-помощника, его, я напомню, задержали в понедельник, по подозрению в получении 200 тысяч долларов для передачи Розенблату и Полякову. Помощницу последнего Татьяну Лебонько, Соломинский райсуд Киева сегодня арестовал на два месяца с возможностью внесения залога в 160 тысяч гривен. На заседании представители САП зачитали протокол прослушивания телефона Лебонько, ее разговоры с Поляковым и представителем фирмы Фуджейра по фамилии Сиваконь. И в рамках этого же дела НАБУ сегодня провело обыски в госслужбе геологии и недр Украины. В частности, в кабинете исполняющего обязанности главы этого ведомства Олега Кирилюка. С обыском пришли сегодня и в столичный офис радикальной партии Олега Лешко. Его соратник, нардеп Игорь Васильчук, заявил о том, что в здание ворвались вооруженные люди. Как сообщает интернет из здания Лиганет, спикер нацполиции Оксана Блищик сообщила о том, что там проводились следственные действия. За комментариями она посоветовала обращаться в другие правоохранительные органы. Между тем, в НАБУ заявляют, что якобы не имеют к этим обыском отношения. В СБУ и ГПУ информацию о следственных действиях не подтверждают. Напомню, еще в апреле главу фракции радикальной партии допрашивали в НАБУ, чтобы выяснить, откуда у семьи Лешко 20 миллионов гривен на приобретение недвижимости. На эти вопросы детективы ответы так и не получили. А сегодня Олега Лешко ожидали в НАБК. Там его подозревают в нарушении закона о предотвращении коррупции. Проголосовать за пенсионную реформу просит парламентарий в премьер Владимир Гройсман. Законопроект сегодня с внесенными правками, доработками отправили в здание под куполом. Почему в Кабмине считают, что эта реформа выведет пенсионеров из бедности, а экономику из тени? Разбирался Александр Васильченко. Правки внесены, закон готов для голосования. Его сегодня передали на рассмотрение Верховную Раду. Премьер подчеркивает, в пенсионной реформе учли все пожелания, предложения надсовета и президента. Пенсионный возраст поднимать не будут, но ввели требования к страховому стажу. Теперь будут действовать по закону. Кто работает, тот и ест. Мы возвращаем внимание к работающих людей, людей работы. И, соответственно, тот, кто работал больше, должен получать больше пенсии. Но самое главное, что мы восстановим справедливость и проводим осуществление пенсий, враховывая заработную плату среднюю, которая есть в стране, на уровне 3764 гривен. То есть, фактически, мы втрече увеличиваем базу для нарахования пенсии. Реформа, по мнению министра соцполитики Андрея Ревы, должна сократить дефицит пенсионного фонда и вывести экономику страны из тени. Работая нелегально, рассчитывать на высокую пенсию не придется. Соцвыплата будет зависеть от размера единого социального взноса. Рассчитают же ее по одной формуле для всех. Все эти пенсии, которые предназначаются сейчас, до конца года они идут с коэффициентом 1,35. С нового года они идут с коэффициентом 1, но с другой зарплатной базой. И пенсия в 2018 году будет выше, чем в 2017 году. Перерахунок пенсии будет происходить с 1 жовтня. С новой базовой заработной платой 3764 гривен с коэффициентом 1, вартости одного года. Пенсионная реформа – это еще один рычаг детинизации экономики. За последние полгода в бюджет удалось вернуть 24 миллиарда гривен. Глава правительства подчеркнул, большая часть этих денег пойдет на социальную помощь украинцам. 14 миллиардов, трошки больше, будут направлены на финансование субсидий для украинских граждан. Мы будем реализовывать ряд проектов и выделять дополнительные финансирования, таких как дорога Львов, Тернополь, Хмельницкий, Винниця, Умань, Одесса и Миколаев. Мы выделяем сейчас не целых 800 миллионов. Мы продолжим программу безкоштовных леков для украинцев и предпочтаем дополнительно 200 миллионов. Также министры сегодня надеялись услышать годовой отчет руководителя Укрзалезницы Войцеха Балчина. Однако одиозный поляк в Кабмин снова не явился. Ранее премьер заявлял, рассмотрит вопрос дальнейшего сотрудничества с варягом после его отчета. Однако в компании железнодорожного монополиста уже сообщили, Балчину продлили трудовой контракт еще на два года автоматически. Однако в министерстве инфраструктуры заявляют, оснований для дальнейшего сотрудничества с ним нет. Говорили в Кабмине и о львовском мусоре. С требованием вмешаться в ситуацию выступили нардепы. Львовская областная державная администрация в устами своего головы сказала, что она категорично против того, чтобы на этой площади размещался полигон твердых побудовых отходов. Просто нет физического места, куда каждый день до того времени, пока будет побудованный смертепереробный завод, нет куда вывозить этого смертя. И именно этим причинена эта катастрофическая ситуация, которая есть на сегодняшний день. Премьер заявил, львовян наедине с бедой не оставят. Сегодня к ним отправил рабочую группу во главе с вице-премьером Геннадьем Зубком. Я сьогодні направил профильного вице-премьера з оригинального розвитку, керівника службы ДСНС, экологи в Львів для того, чтобы допомогти львовянам разом навести лад в місце, вывезти смертя. И самое главное, что треба, чтобы местная влада визначила там новый полигон, не инвестувала тоді кошты, а кошты у них є, зробила проекты. Премьер уверен, в ближайшие дни улицы Львова очистят от бытовых отходов. Александр Васильченко, Сергей Килимник, подробности телеканал Интер. Оппозиционный блок проголосует против пенсионной реформы, которую правительство намерено внести в парламент. Об этом на своей странице в Твиттере написал сегодня нардеп Сергей Лёвочкин. По его словам, суть пенсионной реформы Кабмина – механическое сокращение количества пенсионеров. И вернемся к теме Львова. 11,5 тысяч тонн отходов накопилось там на сегодняшний день. Мусор не вывозят полтора месяца. Но сегодня появилась надежда, что проблема наконец-то начнет решаться. Откуда львовянам ждать помощи? Узнаем от Галины Якушко. Заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям состоялось в здании обладминистрации. Мэр Андрей Садовой, губернатор Олег Синютко, вице-премьер Геннадий Зубко и мэра небольших городов совещались два часа. В результате решили, весь мусор из Львова уберут в течение двух недель. Отходы якобы вывезут на маленькие полигоны на территории области. А вице-премьер пообещал помочь подписать соглашение с другими областями. Есть действующий меморандум, по которому работают не все городские головы. И тут нужно будет принимать решение ТЭП и НС, для того, чтобы распоряжением дать такую указку им принимать это решение. Около 500 обращений Садовой написал своим коллегам-мэрам. Почти половина ответили отказом. Мэр объясняет, чтобы решить проблему с вывозом отходов, нужны долгосрочные договоренности с полигонами. А такой гарантии сегодня он не получил. Я ожидал, что сегодня мы получим четкую логистику, куда это сметание можно вывозить. Потому что еще раз наголошу, в Украине 5500 полигонов. Есть государственные органы влады, которые имеют соответствующие функции. Своего лидера вот уже третьи сутки, как может, поддерживает глава фракции «Самопомощь» Олег Березюк. Он голодает. Сидит под зданием администрации президента. Пьет только воду. Вчера к нему присоединилась коллега по партии Оксана Сыроид. Сегодня еще один партиец Старас Пастух. Перестаньте знущаться над людьми, выкористовывая сметка. Треба забезпечить систему регулярного вывоза твердых побутовых отходов из Львова. Без них всего не будет, потому что они это заборонили. Пока принимать отходы из Львова согласились пять городов области. Бузг, Жидачев, Червоноград, Новоявровск и Стрэй. Все вместе готовы забирать 166 тонн в день. Но для Львова этого слишком мало. За сутки в городе собираются в 3,5 раза больше мусора, не считая тех тысяч тонн, которые сейчас валяются возле баков. Глины и кошки Юрий Голубенко. Подробности. Телеканал Интер. Львов. Пока львовские чиновники думают, куда пристроить мусор, депутаты от группы «Народный контроль» задаются вопросом, куда пропали 100 коммунальных помещений этого города. Разобраться в этом, по мнению депутатов, должна городская прокуратура. Соответствующее обращение уже отправлено и в городскую, и в Генеральную прокуратуру. Депутаты утверждают, что каких-либо решений Горсовета у продажи почти 10 тысяч коммунальных квадратных метров нет. Аукционы не проводились. Куда исчезла недвижимость, выясняет сейчас рабочая группа при Львовской мэрии. «Народный контроль» утверждает, что авторов махинаций найдут, накажут, а украденные помещения вернут в собственность города. Также «Нарде» потребует от мэра Львова обнародовать весь перечень коммунального имущества, и того, что сдается в аренду, и того, которое было продано. «Народный контроль» утверждает примерно полмиллиарда гривен. И именно за этими фактами и заявлениями прокуратура сейчас открыла дело. Раптом городской главы Андрея Садовы тоже согласился с подавом, что это какие-то там тайные дела адвокатов и судов. А для меня очевидно, что за 11 лет Садовы не смогли сделать прозорый аудит заголовком коммунального майна. Арсен Аваков должен уйти. Под таким лозунгом активисты провели сегодня акцию протеста возле кабинета министров. По их мнению, за три года, в течение которых Аваков возглавляет МВД, уровень преступности только вырос. По словам участников акции, участились случаи избиения общественных активистов, а к ответственности за это никого не привлекли. По мнению митингующих, министр внутренних дел не справляется со своими обязанностями. Мы платим свои податки для того, чтобы он обеспечил работу правоохоронной системы. Он не может сейчас сказать, что, извините, очень тяжело изменять, система прогнила. Он не первый год на этой посаде. До него обратились в 2015 году, до него обратились в 2016 году, до него обратимся в 2017 году. Только в 2017 году это уже обратление не с приводу того, что вы реагируете и что-то делаете. Он должен просто-напросто пойти в отставку. Но не только на улице и не только эти претензии к силовикам звучали сегодня. Парламентский комитет по вопросам свободы слова просит спикеров вызвать в Раду руководство национальной полиции для отчета о ходе расследования убийства Павла Шеремета. О таком предложении сообщила член этого комитета Ольга Червакова. По ее мнению, 20 июля исполнится год со дня убийства журналиста. И было бы логично, чтобы к этому времени нацполиция или МВД публично рассказали, что им удалось выяснить. К слову, эту же информацию сегодня народные избранники ожидали услышать на заседании комитета. Приглашали силовиков, но они нардепов проигнорировали. Напомню, журналист Павел Шереме погиб год назад в результате взрыва автомобиля. Причастные к этой трагедии до сих пор не установлены. И еще один скандал вокруг полиции. В прокуратуре автономной республики Крым, аннексирной республики Крым, сообщили о том, что оборотни в погонях переправляли краденые автомобили с материковой Украины на оккупированный полуостров. Вчера следователи прокуратуры совместно с СБУ в Киеве и области провели ряд обысков, в ходе которых обнаружили 4 автомобиля элитных марок, угнанные в различных регионах Украины. Их как раз собирались продать в аннексированном Крыму. Вопрос, почему служба внутренней безопасности нацполиции не выявила банду, остается без ответа. Прощай закон Савченко. С сегодняшнего дня эта норма больше не действительна. Решение об отмене подписал президент Порошенко. Я напомню, каждый день пребывания в СИЗО закон приравнивал к двум дням основного заключения. В результате на свободу вышли более 8 тысяч человек. Свыше 10% из них вновь совершили преступление, в том числе и убийство, и снова вернулись в тюрьму. Тем временем Европейский комитет обеспокоен соблюдением прав человека в местах заключения в Украине. А вчера из уст бывшего главы пенитенциарной службы прозвучали претензии в адрес министра юстиции. Почему Сергей Ставинки считает, что Минюст просто пиарится на псевдореформе? Разбирались наши корреспонденты. В Совете ЕС стревожены уровнем насилия в украинских тюрьмах и СИЗО. В отчете Европейского комитета против пыток, вышедшем на этой неделе, говорится о массовых фактах избиения заключенных правоохранителями. В частности, речь идет о пощечинах, пинках, ударах с применением дубинок и бутылок с водой. Отмечают и резкий рост уровня насилия между самими заключенными. А условия содержания наших СИЗО в Европе и вовсе называют ужасающими. На первое место вышли причины смертности неприродные. Это убийства, передозывание наркотиков и самогубство. Это очень страшные факты, которые говорят о том, что на сегодняшний день контроль каких-то администраций або вплив администрации на какие-то процессы перевихования, психологической какой-то допомоги, або другого вплива какого-то допомоги засудженным, он вообще отсутствует. Отчет комитета против пыток Совета Европы, самый жесткий за последние годы, говорит бывший глава государственной пенитенциарной службы. По мнению Сергея Старенького, причина в провальной политике Минюста, который теперь выполняет функции ликвидированной пенитенциарной службы. В Минюсте проблемы признают. Отмечают, что за это время удалось лишь провести ремонт в блоке для отбывающих пожизненное заключение в колонии в Харьковской области. А планы реконструкции следственных изоляторов правительство и вовсе утвердило лишь недавно. Система реально хвора. Ликовать ее нужно вытратить не один день и не один год. Это тоже великая кропотка работа. Реформировать систему предварительного содержания и отбывания наказаний еще в 2014 году лично обещал министр Павел Петренко. Министр должен нести, конечно, политическую ответственность, как предоставлено законом. Пытаний все больше, порушений прав все больше. Поэтому я считаю, что это может стать предметом. И должно стать предметом оборудования в Верховной Раде. Можливо, подальше отставкой министра. Тем временем в Европейском суде по правам человека растет количество исков от украинских заключенных. Только за прошедшие три года их число увеличилось в три раза. Если так будет и дальше, это может грозить Украине не только пятнами на имидже в Европе, но и с санкциями. Два дня провели без воды почти 10 тысяч жителей Полтавы. Подавали ее только ночью, а все потому, что коммунальные службы должны были облэнерго более 10 миллионов гривен. Не дождавшись денег, энергетики начали отключение. Это связано с тем, что государство не компенсирует поставщикам затраты по субсидиям и льготам. С февраля соответствующий долг в Полтаве уже превышает 150 миллионов гривен, а по всей стране это 36 миллиардов. Земляк полтавчан Нардеп Сергей Каплин требует создать парламентскую спецкомиссию, которая найдет деньги в госбюджете, чтобы погасить долги, тепло, коммунэнерго и возобновить подачу холодной и горячей воды жителям Украины. По словам политика, проблема возникла из-за того, что казна не выполняет своих обязательств по субсидиям. В итоге они недополучили около 40 миллиардов гривен и не могут рассчитаться с Облэнерго. А те отключают насосные станции, которые подают воду. Эта проблема взялась через непрозорые тарифы. И эту ганебную коррупционную схему запустил в своего часа премьер-министр Яценюк. В Генеральной прокуратуре есть криминальная справа, которая говорит и конститует. Яценюк вкрав у простых людей 3-4 миллиарда гривен на перепродажу газа, который предназначался простым людям. И я дополнительно требую в рамках этой комиссии, чтобы расследовали эти справы, эти заявки Гордієнка, притягивали до ответственности Яценюка и Народный фронт, который провел эту оборудку. Коммунальные предприятия Днепра и отдельных городов Днепропетровской области пользовались так называемыми налоговыми ямами, в которых исчезли почти полмиллиарда гривен. Об этом на соединении страницы в Фейсбук написал нардеп Виталий Купри. Деньги, которые люди отдавали за коммунальные услуги, предприимчивые дельцы переводили в наличные, а затем выводили в офшоры. Продолжалось это около года. Только в Днепре коммунальные предприятия получили 106 миллионов гривен за ремонтные и строительные работы, которые фактически не выполнялись. Несколько дней назад налоговики прикрыли эту коррупционную схему, об этом пишет нардеп. По информации ГПУ за сделкой стоят предприниматели, граждане Украины, США, Израиля и братья Владимир и Леонид Дубинский, которых ФБР рассыскивает за мошенничество. Национальное агентство по предупреждению коррупции проверяет электронные декларации почти полусотни политиков. Среди них документы президента Порошенко и премьера Гройсмана. В списке чиновников, по которым проводят полную проверку, также члены Кабмина, три народных депутата, несколько судей, прокуроров и региональных чиновников. Кроме этого в НАПК взялись и за главу Нацбанка Валерию Гонтареву, в частности из-за роскошного отдыха ее семьи на Мальдивах в прошлом году. В Черкассах коллекторы изобрели новый способ выселять должников из квартир, где не получается юридически давят на психику, подселяя к жильцам банды молодчиков. Многие не выдерживают прессинга и покидают свои дома. Все подробности в БТС-схеме расскажет Станислав Кухарчук. Виктория с мужем и семилетней дочерью о собственном жилье мечтали давно. В 2008 взяли кредит в 100 тысяч долларов для строительства частного дома под его же залог. Я этот борг погасила давно, в 2015 году, в влитку. У нас была последняя транзакция. Но в зиму 2016 года я узнаю, что мой кредит, он еще есть и переданный одной фирме из банка, потом другой фирме. И эта фирма сейчас требует в меня борг. Все документы о погашении кредита у Виктории на руках. Но коллекторы неумолимы. Они оформили на дом право собственности. А в начале этого месяца киевская компания и вовсе неожиданно сдала его в аренду двум десяткам молодчиков. Они вселились, несмотря на протесты Виктории. Нашего визита арендаторы, похоже, не ждали. Едва увидев камеру, один из них тут же стал угрожать. Мне снимать не надо. Почему не надо? Потому что я буду бить. Мы вызвали полицию, пока патрульные составляли протокол. К незнакомцу приехала группа поддержки. Прибыл на место и адвокат Сергей Гартингер, который представляет интересы арендодателя. Он даже не скрывает, что выселение должников – это его призвание. А вы систематичным этим занимаетесь? Я? Да. Я зарабатываю гроши на этом. Почему? Потому что мне все подобается. И эта история не единичная. Несколько лет назад Сергей Гартингер выбросил на улицу свекровь Тамары Панченко. А ее жилье присвоил. И задолго – 22 тысячи гривен, которые родственники погасили своевременно. Он выкупил половину двухкомнатной квартиры. Со временем получил и вторую часть. Он подделывает договор намерения продать вторую часть квартиры. Подал документ, этот договор в суд. И суд присудил вернуть эти деньги. А деньги – 88 тысяч гривен. Это целая схема, уверяет адвокат Виктория Кучеренко. По ее словам, коллекторы почти всегда пользуются услугами одного и того же нотариуса, который и заверил право собственности фирмы на дом, не уведомив об этом жильцов и орган опеки. Ведь в доме прописан малолетний ребенок. Сейчас Виктория через суд пытается оспорить передачу коллекторам прав на ее дом. Станислав Бухачук, Павел Тимошенко. Подробности, телеканал Интер, Черкассы. Пока этот материал готовился к эфиру, непрошенные гости Виктории устроили в доме настоящий погром, разбили стекла, двери на летней кухне и даже кроватку семилетней дочери. Похоже, что им визит журналистов пришелся не по вкусу. Будем надеяться, что на это отреагируют правоохранительные органы. В Харькове, в одном из частных центров по борьбе с наркоманией и алкоголизмом, насильно удерживали пациентов. В нечеловеческих условиях более 20 человек в небольшой квартирке. Как на сигналы местных жителей реагировали силовики и что заявляют в местной прокуратуре? Узнаем от Светланы Шекеры. Старый дом по улице Семинарской. Судя по объявлениям, расклеенным в районе, здесь находится центр борьбы с наркоманией и алкоголизмом. Открыла его одна из религиозных общин города. В квартиру номер один сегодня днем пришли полицейские. В четырех комнатах обнаружили около 20 человек. Во время допроса они якобы рассказали, что находятся здесь против воли. Удивленные соседи уверяют, ничего подозрительного не слышали. Один раз я их видел, когда они жарили шашлыки на улице. По-моему, были вполне приличные люди. То есть вели вполне адекватные разговоры, без тени, без налета, какой-то непонятности. Мы попробовали пообщаться с обитателями квартиры. Судя по силуэтам в окнах, внутри есть люди. Но двери нам никто не открыл. Официальных комментариев правоохранители пока не дают. На своем сайте выложили только короткое сообщение о том, что начато уголовное производство по статье «Незаконное лишение свободы». Сейчас решают вопрос о предъявлении подозрения руководителю центра и избрании ему меры пресечения. Светлана Шикер, Александр Яновский. Подробности телеканал Интерхарьков. Обстрелы со стороны боевиков на Донбассе продолжаются. Сегодня их было 12. Об этом сообщают в штабе АТО. Огонь не прекращался даже в присутствии миссии ОБСЕ, которая работала в Красногоровке и Авдеевке. Из-за того, что наемники не соблюдают режим тишины, одна из главных проблем сейчас обеспечение прифронтовых городов водой, электроэнергией и газом. Все подробности узнаем от Геннадия Вивденко. Давайте, подойдем немножко. А как же ОБСЕ? А как же ОБСЕ? Ну, они же ожидают, что сейчас откроют ответы. Шахта Бутовка. На расстоянии 200 метров от нашей съемочной группы упала, предположительно, 120-мм мина. С утра в районе Авдеевки уже три обстрела. Хотя как раз в это время в городе работает миссия ОБСЕ, прибывшая из оккупированного Донецка. Важаю на то, что пыльно за ними спостерегают. Ну, обычно все, кто причетны до эскалации конфликта, продолжаются обстрелывать. Провокуют. Вчера в нескольких километрах в оккупированной Ясиноватой боевики обстреляли сотрудников миссии ОБСЕ и стрелкового оружия. Теперь безуспешно ищут нападавших. Главный вопрос переговоров с нашей властью в Донецкой области – обеспечение городов водой и газом. Обстрел под Авдеевкой тем временем не прекращается. Их слышит и председатель мониторинговой миссии прямо во время брифинга. Вы сейчас слышите разрывы? Председатель мониторинговой миссии призывает стороны прекратить огонь. Собрать урожай на полях. Сообщают, что на линии соприкосновения будут установлены дополнительные камеры наблюдения. Ожидается, что следующая партия из 16 видеокамер поступит в летние месяцы. Стороны должны обеспечить условия для установления камер. Но камеры не прекращают боевые действия. Председатель Донецкой военно-гражданской администрации просил главу миссии обеспечить, наконец, режим тишины, чтобы восстановить газоснабжение при фронтовых городов до прихода холодов. В нескольких километрах отсюда бойцы 72-й механизированной бригады готовы к любым провокациям. Сообщают, что с той стороны работают российские офицеры. На днях противнику подвезли новый боекомплект. Мы же тоже тут не терпелы сидим, да? Если, скажем так, они начинают работать артиллерией, ну, мы начинаем работать в ответ, но вы же знаете, что на линии соприкосновения у нас нет ничего там тяжелее там 82, да? Вместе с тем бойцы надеются, что орудия противники таки замолчат. Это даст драгоценное время для ремонта инфраструктуры городов и поселков под оккупированным Донецком. Геннадий Вивденко, Евгений Пахальчук, Антон Чиженко. Подробности телеканалу Интер из Донецкой области. Вы смотрите подробности, и вот о чем расскажут мои коллеги после короткой паузы. Продолжается визит президента Украины в Соединенные Штаты. Какие месседжи прозвучали сегодня? На грани взрыва бельгийским спецслужбам удалось предотвратить теракт на городском вокзале. Американское турне в Вашингтоне. В эти минуты завершается визит Петра Порошенко. Около часа назад президент встретился со спикером Палаты представителей, после чего вышел к прессе. О чем он говорил и что считает главными итогами, об этом расскажет мой коллега Дмитрий Анопченко. Он с вами на связи из Вашингтона. Дима, добрый вечер. Как сам президент оценивает свой визит в Соединенные Штаты? Наташ, ну ты знаешь, у нас было буквально 10 минут назад возможность у него лично об этом спросить. Потому что вот сюда, на эту лужайку Капитолию, подъехал президент по завершении своего визита, по завершении встреч в Конгрессе. И была возможность и задать ему вопросы, и вот посмотреть, действительно, как все выглядит, как настроена украинская делегация. Я хочу сказать, что, ну, знаешь, когда изнутри все-таки наблюдаешь за этим всем процессом, как-то по-другому все видно. Я с президентом не раз брал интервью, по нему видно, когда это дежурные слова и когда он действительно доволен результатами. В этот раз было понятно, что те встречи, которые были за последние 36 часов, встречи, которые для Украины, то это встречи, которые для Украины были очень и очень успешными. И вот, в частности, в Пентагоне мне, например, то же самое говорили после встречи с министром обороны Мэттисом, хотя это, в принципе, и было знакомство. Я задал президенту вопрос и спросил, ну, понятно, что у вас были встречи на очень высоком уровне, практически со всеми ключевыми членами президентской команды, но когда мы сможем почувствовать их результаты? И вот то, что сказал мне Петр Порошенко, это важно, я хотел бы об этом сказать зрителей, он заверил, что в течение 3-4 месяцев по итогам его встреч в Украину посетят ключевые члены президентской команды. Ну, вот, в частности, я знаю, что министр обороны Джеймса Мэттиса и гость-секретаря Тиллерсона Порошенко пригласил в ходе этих встреч посетить Украину. Когда они приедут в Украину, то будут подписаны многие ключевые договоры и соглашения, которые многое смогут поменять и в экономике, и в энергетике, и в политике, и в том, что касается Донбасса. Вот, по крайней мере, об этом сказал президент. Когда говорил он об итогах своих встреч с Трампом, то тут тоже он подчеркнул несколько важных моментов, и я предлагаю просто послушать, как он это сформулировал. Речь первая – это поддержка Соединенных Штатов Америки с урентитетом территориальной целостности и независимости нашей страны, поддержка Украины в противодействии российской агрессии. Также сегодняшняя встреча, которая очень важна, в принципе, одна из самых важных. Встреч сегодняшнего дня – переговоры с Полом Райаном, человеком, который в Соединенных Штатах безумно популярен, человек, о котором говорят, что это, возможно, будущий президент Америки. По крайней мере, республиканская партия именно его планирует выдвигать в президенты Соединенных Штатов после того, как полномочия Дональда Трампа истекут. Когда это будет, это уже другой вопрос. Говорил с ним Порошенко и о санкциях, которые введены против России, которые должен поддержать Сенат. Их поддержал уже Сенат, а теперь должна поддержать и Нижняя Палата, Палата представителей, которую возглавляет Райан. А еще попросил, чтобы Голодомор был признан геноцидом не только в отдельных штатах, как было, а и на уровне всей страны. Визит завершен, президент вылетает далее в Брюссель буквально через несколько часов. Наташа. Спасибо, Дима, Дмитрий Анопченко. Об итогах визита президента Украины в Соединенные Штаты Америки, как Дима только что сказал из США, Петр Порошенко отправляется в Брюссель. Что запланировано у президента в Бельгии, узнаем у нашего корреспондента Елены Абрамович. Лена, добрый вечер. Расскажи, что тебе известно. Добрый вечер, Наталья. С визитом в столицу Евросоюза перед началом саммита Петр Порошенко приезжает довольно часто, особенно если планирует поднимать украинский вопрос. В этот раз наша страна не упоминается в программе, но предусмотрено техническое обсуждение ситуации с минскими договоренностями. Лидеры стран нормандской четверки, это канцлер Германии Ангела Меркель и французский президент Эммануэль Макрон, дадут рекомендации главам государств Евросоюза по этому вопросу, в том числе и по санкциям против России. Срок действия секторальных ограничений в отношении Москвы истекает в конце следующего месяца, так что необходимо принять политическое решение об их продлении. Украинский президент приезжает для того, чтобы рассказать о ситуации на Донбассе, так как санкции привязаны именно к выполнению минских договоренностей. Саммит начнется после обеда, а Петр Порошенко встретится с председателем Совета ЕС Дональдом Туском утром. Кроме того, предусмотрены встречи с главой Европейской народной партии, самой большой политической силы в Евросоюзе. Обычно она собирается за несколько часов до начала саммита ЕС. Порошенко примет участие в расширенном заседании партии. Примечательно, что впервые украинскому президенту не придется простить Брюссель поторопиться с безвизом или ратификацией соглашения в ассоциации. Эти вопросы уже закрыты. На финальной прямой решение об увеличении квот для бестаможенного ввоза украинских товаров в Евросоюз. Об этом планируют объявить на саммите Украина ЕС в июле в Киеве. Подготовка к этому событию, собственно, второй вопрос на повестке дня президента. Студия. Спасибо, Лена. Елена Абрамовича о планах Петра Порошенко в Брюсселе. И тем временем там же, в Брюсселе, был предотвращен масштабный теракт. Накануне вечером силовики ликвидировали смертника, который пытался привести в действие взрывное устройство на городском вокзале. Все подробности расскажет Татьяна Лагунова. Масштабного теракта Брюсселю удалось избежать действительно чудом. Смертник планировал взрыв на центральном железнодорожном вокзале бельгийской столицы в час пик, когда там очень многолюдно. Мужчина спустился в подземку и привел в действие взрывное устройство, начиненное гвоздями. Оно не сработало на полную мощность, прозвучал только хлопок и террориста сразу же застрелили полицейские. Никто из пассажиров не пострадал, личность смертника уже установлена. Мы никогда не называем имени, скажу только инициалы. ОЗ, ему 36 лет, марокканец по происхождению, ранее не был замечен в связях с террористическими организациями. Полиция уже обыскала его квартиру в брюссельском районе Маленбек. В Брюсселе повышены меры безопасности. Сегодня там стартует саммит лидеров ЕС. Но уровень террористической угрозы до максимального пока решили не поднимать. Координационная группа по анализу угроз оценила ситуацию и решила оставить третий уровень террористической угрозы. Он действует уже много месяцев. Это значит, что террористический акт вероятен. Возможных терактов опасаются и в других европейских странах, в том числе и в Германии. Спецслужбы предупреждают. Вероятность атак очень высока. Не исключено, что для их проведения экстремисты могут использовать женщины и детей. Так как они не вызывают подозрения у прохожих и полицейских. Татьяна Лугунова, Геннадий Никеенко. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. Это все новости на сегодня. Хорошего вам вечера и до встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин